Привет! С пятницы вас! Надеюсь, что у вас хорошие планы на выходные. И сегодня, как всегда, хотела бы с вами поделиться двумя вещами. Значит, в первую очередь я пройдусь быстренько по цифрам и расскажу реально, что происходит на рынке. И вторая часть видео, как и обещала, я вам поделюсь своими мыслями о том, лучше ли расплачиваться с ипотекой или все-таки инвестировать в недвижимость и сдавать жилье в аренду или делать что-то другое с деньгами, которые вы хотели бы выплачивать в счет ипотеки. Давайте начнем с цифр. На сегодняшний день я смогла сделать отчет на рынке на 17 мая. Попозже будет чуть более обновленная информация, в следующую пятницу, если будет кому интересно, я выставлю. Но ситуация, опять-таки, та же, что была и в прошлых моих видео, именно, что цена, если и не растет вверх, то, по крайней мере, остается стабильной. Количество дней на рынке стабильно растет, но это не значит, что дома не продаются. Дома продаются, и я вам должна сказать, что мы опять наблюдаем аукционы, мы опять наблюдаем много предложений на хорошие дома. Но это, опять-таки, условия, что дома хорошие, подготовленные, в хорошем состоянии, правильно выставленные на рынок. Так вот, в Fairfax County, как вы видите, количество домов на рынке немножко увеличилось. Цена остается стабильной, ситуация, в принципе, пока стабильна на последние 30 дней. В Prince William цена чуть-чуть идет наверх, посмотрите, средняя цена за последние 30 дней. В Арлингтоне цена чуть быстрее идет наверх, но это, как всегда, Арлингтон ближе всех к DC. Loudon чуть-чуть наверх. Александрия. Уже побыстрее идет рост в Александрии, в Сити в Александрии. И Falls Church, это, наверное, из всех каунти, которые я лично смотрела, это единственный. Ну, это маленький такой городок, Falls Church City, там всего 286 домов сейчас на рынке. Цена, ну, чуть-чуть пошла вниз. Там, не знаю, почему оно так отличается, но это интересно, конечно. Вот, ну, как бы там ни было, общая ситуация, общая картина на рынке такова, что это из моих, из моего опыта и из разговоров с другими агентами, с моими брокерами и так далее, и так далее. Смотрите, что происходит. Люди подают на ипотеку. Рост заявок на ипотеку идет, причем довольно серьезный рост. Люди хотят воспользоваться низкой ставкой. Ажиотаж по поводу вируса немножко сходит. Мы привыкаем к новым реалиям, мы привыкаем носить маски, мы привыкаем, спокойнее относимся к тому, что кто-то приходит в дом его смотреть. Продавцы все-таки выставляют свои дома, потому что им или надо продавать, или они уже решились, и уже, в принципе, начинается такая мысль, что или я сейчас продам, или я упущу момент, потому что весенний рынок все-таки имеет место быть. И, как я уже сказала, и другие агенты мне говорят то же самое, что хорошие дома, выставленные за правильную цену, подготовленные к рынку, уходят под контракт в течение первых 24-48 часов с несколькими предложениями. То есть люди ждут. Что для этого делают продавцы? Просто такая тактика, чтобы вы понимали. Они выставляют свой дом под маркой Coming Soon, и до 21 дня такой дом может стоять просто как знак перед домом, на котором написано Coming Soon, и в системе тоже выходит информация, что он Coming Soon, но его нельзя смотреть, он не открыт для просмотра. Что это делает? Покупатели, которые заинтересованы в этом доме, они ждут, когда дом откроется для показов, и как только он открывается для показов, в первый же день идет большой поток людей, которые заинтересованы в этом доме, которые уже ждали этот дом. И, соответственно, в первый же день открытия для показов приходят предложения, потому что люди идут готовы, у них уже есть свои письма, контракты уже готовые на подпись, то есть люди готовы подавать предложения в тот же день, который они смотрят этот дом. Вот такая тактика сейчас есть, поэтому если думаете продавать дом, может быть действительно и вам использовать такую тактику, это действительно хорошо работает. Но, конечно, в первую очередь подготовьте дом, не думайте, что вы сможете его продать в неподготовленном виде. Вот, но это по поводу вот рынка. И давайте я вам просто быстренько сейчас скажу, я уже делала подобное видео, и хотела бы просто, меня просто попросили сделать еще раз такое видео, потому что очень многие наши выходцы из бывшего Советского Союза, так как мы вообще, в принципе, не знали, что такое ипотека, и вообще у нас эмоционально иметь долги, это что-то такое плохое, мы не хотим с этим связываться, мы не хотим быть должны кому-то, хоть это и организация, и будь это человек, лично, вот. Поэтому пытаются расплатиться с ипотекой как можно быстрее, всеми правдами и неправдами. Я против такой идеи. То есть раньше, да, раньше я тоже думала, что лучше расплатиться, но поработав в сфере недвижимости и видя вот эти все механизмы, я понимаю, что тем более, если процентная ставка очень низкая, то, конечно, лучше не расплачиваться, а потихоньку платить так, как оно вам уже запланировано. Почему? Во-первых, деньги у вас практически бесплатные. 3-4-5% ипотека, это по сравнению с тем, что было 10-12-15 лет назад, это очень дешевые деньги. Деньги как продукт очень дешевые. Там они даже, если вы сравните с инфляцией, там, по-моему, особо вообще банки, я не знаю, на чем они там делают эти деньги. Но это не наши проблемы, да. То есть для нас эти деньги практически очень дешевый товар. И вместо того, чтобы расплачиваться за эту ипотеку сразу, те деньги, которые у вас высвобождаются, чтобы вот кидать в ипотеку, может быть, лучше имеет смысл собрать и купить еще одну недвижимость, которую затем можно сдать в аренду. То есть если вы собираете даунпеймент, первоначальный взнос, достаточный для того, чтобы приобрести следующую недвижимость, будь то кондо или таунхаус, что-то поменьше может быть, и сдать его в аренду и при этом получать арендную плату от кого-то, которая будет покрывать вашу ипотечную оплату. То есть таким образом кто-то другой платит ваш моргидж, и при этом вы можете остаться и в положительном кэшфлоу, может быть, даже вам придется из кармана доплачивать, может быть, где-то 100-200 долларов в месяц, но самая основная сумма именно этой ипотеки будет оплачиваться кем-то другим, и в итоге вы останетесь с недвижимостью, когда кто-то другой выплатит вам эту ипотеку. Я знаю очень многих агентов, риелторов, которые в связи с тем, что мы с этим работаем, мы знаем, как это делается, мы так и делаем, то есть мы накапливаем, они, ну мы, они накапливают достаточно денег, чтобы первоначальный взнос унести, получить ипотеку, взять что-то поменьше, что можно сдавать, это двухкомнатная квартира, может быть, или маленький таунхаус, такая недвижимость, которую, скорее всего, снимут в аренду, потому что человек, который будет снимать такую недвижимость, он не может себе позволить купить что-то большое, поэтому они готовы платить аренду. Арендный рынок сейчас очень-очень активный, людей, которые хотят снимать или вынуждены снимать, они могут купить очень много, у них хорошая кредитная история, у них может быть недостаточно дохода, чтобы купить, то есть причины могут быть разнообразные, есть люди, которые просто не хотят покупать. Очень много военных в нашей округе, которые просто их переводят раз в год, в два, и им просто покупать не имеет смысла, они снимают. И военные, я должна вам сказать, очень хорошие тенанты, они очень хорошо относятся к вашему жилью и платят вовремя, то есть это самое главное найти человека, который будет ответственно относиться к вашему жилью, то есть это человек, как правило, с очень хорошей кредитной историей, с хорошими рекомендациями оттуда, где они снимали, допустим, раньше, то есть нужно просто сделать первоначальную такую хорошую работу, чтобы потом этот тенант платил, и вы спокойно жили. Второй вариант вложения денег, тех, которые, допустим, вы кидали бы в сторону ипотеки, это тоже покупка недвижимости, но при этом, если у вас есть возможность отремонтировать, допустим, дом, взять дом в ушатанном состоянии, допустим, да, но надо смотреть, чтобы были хорошие кости, да, тут вам агент просто необходим. И, соответственно, его сделать какой-то косметический, может быть, ремонт, может быть, какой-то более серьезный ремонт, вложить туда деньги и продать, при этом сделать какую-то прибыль. Для этого есть несколько вариантов финансирования, есть, это нужно разговаривать с людьми, которые делают, консультантами по ипотеке, у меня есть такой человек, который я могу вам порекомендовать, если вы хотите, кстати, это Таня, и мы 30 мая с Таней в 2 часа дня проводим вебинар, где мы будем рассказывать, что происходит сейчас на рынке со стороны ипотеки, со стороны недвижимости, и будем отвечать на вопросы людей обязательно и расскажем вам все, что мы знаем. Так вот, есть много видов финансирования таких вещей, то есть, если вы хотите начать, и для вас это что-то новое, то может быть имеет смысл что-то взять такое, что вы, где вы могли бы въехать, не надо платить при этом арендную плату, вы можете туда въехать, и пока вы там живете, если у вас есть такая возможность, отремонтировать, и через год-два продать, сделать прибыль, переехать дальше, то есть, вы можете начать с этого. Если вы уже серьезный инвестор, у вас уже есть как бы наработанная техника, то там вы уже знаете, что делать, там уже моя консультация вам, в принципе, ни к чему. Вот, ну, вот так, в общем-то, в целом. В целом, конечно, я все-таки считаю, что лучше не расплачиваться сразу с ипотекой, а перенаправлять эти деньги в другие русла, и в том числе в инвестицию в недвижимость. Просто еще бенефит того, что вы держите свою ипотеку и расплачиваетесь, как и запланировано, в том, что каждый год та сумма, которая оплачивается в сторону процентов, до определенного максимума, вы можете вычистить, вычитать, вычистить, нет. Короче, на эту сумму ваш доход налогооблагаемый уменьшается каждый год. То есть вам банк предоставляет документ, где сказано, что в сторону процента вы заплатили такую-то сумму. И эта сумма у вас, соответственно, вычитается из вашего налогооблагаемого дохода. Вот, немножко и там экономите. Вот, так что вот такая вот идея, идея, и я просто хотела с вами с ней поделиться. Если есть какие-то вопросы и хотите поговорить поподробнее на эту тему или на любую другую тему по недвижимости, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И ссылку для того, чтобы посмотреть, что происходит конкретно в вашей местности, размещу под этим видео в комментариях. И посмотрите, наблюдайте за вашим рынком, если вам это интересно. Ну и надеюсь, что увидимся в следующую пятницу. Частливо!